История. Это нестареющая память времени. Все дальше уходят в историю события, связанные с афганской войной. Той братской помощью, которую наша страна и ее армия оказывали народу Афганистана. Для многих, с честью выполнивших там свой интернациональный долг, все, что связано с этой далекой горной страной, по-прежнему не заживающая рана. Мы не вправе забывать о том, что было. На торжественное мероприятие, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана, пришли в ветераны боевых действий, представители местных властей и общественных организаций, воспитанники молодежных военно-патриотических объединений, жители города и района. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко сказал, что сколько бы лет не прошло, но подвиг солдат и офицеров навсегда останется в памяти народа. Он поблагодарил афганцев за стойкость и мужество, а также за общественную работу по патриотическому воспитанию молодежи, которую они ведут сегодня, принимая эстафету у ветеранов Великой Отечественной войны. Позвольте мне, от имени главы муниципального образования Славянский район Романа Ивановича Синяковского, от имени Совета района, выразить вам слова искренней благодарности за ваше мужество, героизм, преданность родине, преданность присяге, преданность конституционному долгу, который вы с честью выполнили на территории Демократической Республики Афганистан. Мы сегодня склоняем головы перед матерями, которые потеряли своих сыновей в этой далекой стране. Юбилейной медалью 30 лет завершения выполнения задач 40-й армии в Афганистане были награждены славянские ветераны боевых действий, исполняющие обязанности председателя Славянского районного отделения Российского союза ветеранов Афганистана и локальных войн Виктор Коробецкий отметил, что наша армия в афганских горах и долинах доказала, что она непобедима и вспомнил тот далекий февральский день вывода войск. В этот день мы выходили непобежденными. В этот день мы выходили, зная, что мы выполнили поставленную задачу перед нами, нашим государством. Мы оказали помощь тому правительству, которое нас пригласило в эту страну. Минутой молчания почтили все собравшиеся память славянцев, погибших в Афганистане, юным патриотам, учащимся 16-й средней школы имени героя России Сергея Таранца, было предоставлено право возложить цветы и венки к мемориалу павшим. Славянские артисты порадовали всех собравшихся своим искусством. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне, это нас гранили лечь, как Господня благодать, это то, что не купить и отнять. После завершения концерта состоялось возложение цветов к мемориалу, расположенному в парке 40-летия Победы. Это скромная дань памяти тем, кто, не пожалев своей жизни, с честью выполнил воинский долг. С особым чувством поклонились погибшим героям ветераны боевых действий в Афганистане. Прошло 30 лет, но они по-прежнему отлично помнят, как все это происходило. В памяти очень четко, ясно, помнится, как сегодня, действительно. Потому что это событие такого было серьезного характера. Помню, как все это происходило. И постановку задачи, и как мы готовились, и как мы начали полет. Время Че 15.00. Все смотрели на часы, а мы штурманы это были обязаны соблюдать. Поэтому все помнится. Служил я в Кабуле, вообще наша часть стояла, а бригада была в Палихумрии. Год службы, 81-83, переправляли через реку Амударью. То есть тогда еще не было моста. Мы входили через по понтонному мосту. Это, как говорится, такое... Вошли мы, не обстрелянные, как говорится, еще не знали, что нас ждет там. А ждала их нелегкая служба и суровые испытания. В боевых действиях в Афганистане участвовали тысячи кубанцев. Более двухсот из них погибли при исполнении долга. Сейчас ветераны Афганистана ведут большую работу по воспитанию молодежи в патриотическом духе. Делятся своим бесценным опытом. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа События.